Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Весенний призыв в армию стартовал. Сколько человек вступят в ряды новобранцев и в каких войсках будут проходить службу. Об этом рассказал военком. Казакам-добровольцам в зону проведения специальной военной операции доставят спецтехнику для успешного выполнения боевых задач. Сразу шесть книг презентовали в Карачаево-Черкесии. Каждая написанная книга – это вклад в развитие литературы и языка народов республики. Любители экстрима окунулись весну. В Архизе завершился фестиваль Архиз-фанфест. Участники покорили горнолыжные склоны и прокатились по водной глади. В России стартовал весенний призыв в армию. Согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля. С 1 апреля призывные комиссии начали рассылать повестки и направлять призывников на медобследование. После этого сформируются списки срочников, а призывников начнут отправлять по военским частям. Срок службы в этот призыв – прежний 12 месяцев. Подробнее об этом на брифинге сегодня рассказал военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов из нашей республики. Призовут вооруженные силы Российской Федерации более 300 молодых ребят. Часть из них будет служить в войсках Национальной гвардии и Министерстве чрезвычайных ситуаций. Возраст призывников от 18 до 27 лет. Чаще всего для прохождения службы они распределяются в пределах Южного военного округа. Военный комиссар отметил, что изменения в законодательство о вручении повесток через портал Госуслуг пока не приняты. И призывная кампания идет, как и в прошлые годы. Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территориях Российской Федерации, не на новых территориях. И в пунктах постановления дислокации особое внимание всем и военных комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции. По сравнению с прошлыми призывами, количество призывников у нас практически одинаково, потому что количество призывников в вооруженных силах остается на прежнем уровне, численность вооруженных сил вырастает за счет военнослужащих, которые изъявили желание приходить военную службу по контракту. Руководители ряда министерств Карачаева-Черкесии стали участниками заседания, на котором обсуждались вопросы государственно-частного партнерства по созданию объектов спортивной инфраструктуры. Там же был презентован один из возможных проектов, реализация которого предполагается в северной части республиканской столицы. Подробности в репортаже Артура Мхце. Таким видится возможным инвесторам одно из предполагаемых спортивно-досуговых учреждений Карачаева-Черкесии. Презентация проекта прошла в Доме правительства во время заседания на тему государственно-частного партнерства по созданию в нашем регионе объектов спортивной инфраструктуры. За пример успешной реализации был взят комплекс в набережных Челнах, который строители сдали всего за два года. Министерство спорта России в прошлом году проводили мероприятие, всероссийское совещание на территории Северной Осетии Алани, когда мы пригласили всех министров Северо-Кавказского федерального округа, презентовали все меры поддержки, которые существуют у нас в Министерстве спорта России. И мы уже говорим о том, что на территории республики будем реализовывать целых два проекта. Мы возьмем комплекс также 6000 квадратных метров, предусмотрим внутренние уличные бассейны, парковки, бани, сауны. Обязательно будет детский бассейн для создания семейного отдыха, кафе, массажные кабинеты, парковку. И есть своя особенность, мы воспользовались, скажем так, той изюминкой, которая есть в Черкесске. Кто знает, город расположен над таким подводным озером с термальной лечебной водой. Озеро довольно глубоко, но мы предусмотрим в своем проекте бурение скважины, полтора километра глубиной. Учитывается в том числе такой нюанс, как более высокая сейсмичность региона по сравнению с Татарстаном. Предполагается, что проект, выполненный в формате семейного спортивного досуга, будет реализован на территории нового микрорайона Черкеска «Спутник» и станет центром притяжения для жителей и гостей Карачаево-Черкесии. Мы понимаем, что близость и жилых кварталов, и близость рекреационной зоны, она позволит привлечь клиентов. Кроме того, это первый этап большого рекреационного кластера. То есть мы понимаем, что для семейного отдыха мы можем разместить рядом, обязательно разместим, это гостиницу, гостиницу, медицинский комплекс, потому что не воспользоваться возможностями термальной и лечебной воды с точки зрения инвестиционного проекта, мне кажется, было бы опрометчиво. Планируется, что благодаря государственно-частному партнерству этот проект можно будет реализовать в течение двух лет. Артур Махцей, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Атаман Баталпашинского казачьего отдела Валерий Дедук передал от Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаева-Черкесии спецтехнику в подразделение в зоне проведения специальной военной операции, где проходят службу казаки. В ближайшее время посылка будет доставлена казакам-добровольцам из Карачаева-Черкесии, выполняющим боевые задачи на территории новых субъектов страны. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия Температура ночью плюс 3, плюс 5, а днем 20-22 градусов тепла. Печальная весть. Ушел из жизни крупный российский историк, терколог, нагаевед, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Вадим Трипавлов. В 2002 году защитил докторскую диссертацию «История Нагайскорды». Вадим Трипавлов участник трех международно-практических конференций под названием «Нагайцы. 21 век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему». Вадим Трипавлов является автором более 20 монографий и сотен научных статей по различным проблемам истории народов. В Доме печати прошла презентация шести книг известных писателей нашей республики. Мероприятие было организовано республиканским книжным издательством. На встрече сами писатели рассказали о созданных ими произведениях. С новыми литературными творениями познакомился и Алихан Лепшоков. Каждая написанная книга – это вклад в развитие литературы и языка народов Карачаева-Черкесии. Шесть новых литературных трудов известных писателей стали результатом слаженной работы коллектива республиканского книжного издательства. Сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда выходит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. Работая над созданием книг, раньше как-то я больше популяризировала литературу. А сейчас, когда создание книг, несколько чуть другая работа. И я хочу сказать, что приходится влезать в саму книгу, в саму сердцевину этой книги и посмотреть, как она рождается. Рождение книги подобное рождению ребенка. Книга абазинского поэта, ведущего программы радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия Хаджисмеля Аджибекова «Мгновение моего времени» состоит из стихов на родном языке. В здание вошли и поэтические переводы. Я коротко, если сказать, свою жизнь показал как бы поэтическими строками. Но и поэма Мухаммеда Агачева, это название говорит, кто является героем этой поэмы, это сам художник. Вышел в свет и библиографический указатель, посвященный 100-летию народного поэта Азамата Сюинчева под авторством его дочери, доктора филологических наук Татьяны Чанкаевой. Она издала этот указатель, который первоначально имел основу, изданную в 98-м году московским издательством. Потом 25 лет пробиваться к издательству было невозможно. Презентовали на мероприятии патриотический сборник Магомеда и Рима Утемисова, куда вошли стихи и песни на ногайском языке. Интересным романом будет для читателя произведения Ольги Михайловой «Молот ведьм» оборотни Митрофаневского погоста. Литературный сборник черкесского поэта, председателя регионального отделения Союза журналистов России Увжукат Хагабсова позволит окунуться лирически и глубокий мир автора. И еще был представлен третий том собраний сочинений классика ногайской литературы народного писателя Карачаева-Черкесии Суюна Капаева. Каждому из писателей вручили их авторские экземпляры и пожелали творческого вдохновения. Алиханин Пшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. Окунуться в весну мог каждый желающий 1 апреля на традиционном фан-фесте в Архызе. Прыжки через бассейн на горных лыжах и сноуборде в креативных костюмах демонстрировали самые смелые жители России. Кто показал самый эффектный трюк и кому удалось выйти сухим из воды, с южного склона Архыза репортаж Аллы Динаевой. Южный склон Архыза для фестиваля «Окунись в весну» выбран не случайно. Здесь был сноупарк и остался снег, и он удобен для посетителей. В подготовке участвовали все службы курорта. Самое сложное – залить бассейн. Котлован вырыли с помощью ратраков и накануне фестиваля наполнили водой. Но к утру бассейн покрылся льдом и пришлось его дробить и вытаскивать льдинки, рассказывает организатор. Мероприятие проводится каждый год, уже порядка пяти лет, наверное. Это такое праздничное, веселое, фестивальное закрытие зимнего сезона. Но это не значит, что сезон закрыт. Мы работаем и будем работать, пока трассы позволят. Но в праздничном формате мы обычно закрываем 1 апреля зимний сезон. Любители ярких ощущений съехались в Архыз со всей России, чтобы показать эффектные прыжки на горных лыжах и сноуборде через бассейн с ледяной водой. Один из участников фестиваля – Леопард Абба. Первый раз принимаю участие в вашем фестивале. Как долго готовился? Ну, буквально две минуты. Стал дыбом, покрылся пятнами и превратился в леопарда. И все. И готов теперь нырять. А почему в леопарда именно? Ну, потому что он мне нравится больше, чем все остальные животные Северного Кавказа. А в бассейн нырять морально готовы? Конечно. Я родился в горах, поэтому я всегда готов нырять в горную речку. Надеюсь, она холодная. С таким оптимистичным настроем собираются сюда и участники, и зрители. Ни по телевидению, ни из репортажей решили воочию увидеть, как это интересно. Хочу упасть в бассейн, это точно. А родители не против? Против. Ну, он уже договорился без нас. Вода-то ледяная, не страшно? Нет, в колодец прыгал, ничего страшного. Он закаленный. Папа не против, а мама против. Папа во всем поддерживает сына. Поэтому, да? Вместе мы сила? Да. Погода замечательная, я думаю, мы справимся. Веселая и дружественная атмосфера царила на южном склоне. Участников фестиваля встречал ведущий. Не оставил он без внимания и нашего телеоператора Алия Бастанова. Собравшиеся с нетерпением ждут яркого зрелища. Но сначала фотография участников на память, пока яркие костюмы не промокли в бассейне. И фестиваль «Окунись весну» стартовал. Три, два, один, давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пошел, дел, хорош! Первый раз принимаете участие? Да. Холодно? Очень холодно. Ожидали, что до такой степени холодно? Да, конечно. Ощущения? Самые хорошие, повествительные. Болеть за Анастасию Рязанцеву из Москвы приехала вся ее семья. Девушка участвует в фестивале уже во второй раз. В том году была хуже погода, в этом году погода лучше. Вообще ни одна облачка. В том году был паспорт. Ощущения какие? Результатом с вами? Да, довольна. Я перелетела, не намокла. Все отлично. Всего было четыре номинации. Для каждой партнеры подготовили подарки и призы. В итоге, по мнению организаторов, самый креативный костюм у Александры Лешуковой из Краснодара. В номинации «Самый эффектный трюк» лучшим признан Кирам Джукаев из Архыза. Миссы вдохновения стала Анастасия Рязанцева из Москвы, а самый сухой участник – Мурат Баташев. Традиционным фестивалем в Архызе завершается зимний туристический сезон. И наступает не менее красивый, интересный весенний. Один сезон сменяет другой, но Архыз прекрасен в любое время года и в любую погоду. Аладзинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Заполярный вальс». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!